Холодно, сыро, безжизненно. Так сейчас выглядит один из корпусов Гаврилова-Пасадской ЦРБ. Раньше здесь располагалась хирургия, но когда врач ушел, а за ним и медсестры, жизнь буквально остановилась. Корпус законсервировали, отключили тепло и электричество. В ноябре прошлого года Станислав Воскресенский дал поручение подготовить смету первоочередных расходов на ремонт. Принято решение, что корпус, который в данный момент не задействован, будет отремонтирован капитально, будет отремонтирована кровля, будет отремонтирован цоколь, подъездные пути и основной первый этаж, в который со временем переместится поликлиника, административная часть и скорая медицинская помощь. Проектно-сметная документация в работе, а вместе с ней и план по восстановлению электрификации и теплоснабжения. Корпус не функционирует уже третий год. На его ремонт в 2019-м предусмотрено 19,5 миллионов рублей. Реконструкция займет два года. План отремонтировать. Во-первых, тепло надо дать. Во-вторых, прекратить разрушение здания, укрепить его, кирпичную кладку, где она рассыпалась, поменять. И сейчас обсуждаем, что успеем в следующем году сделать первый этаж, чтобы первый этаж уже функционировал. Потом дожмем и доделаем все здание. Поликлиника, скорая, дневной стационар – все находятся в соседнем здании. Корпус, который будут ремонтировать, по площади больше. Расположиться в нем медицинским подразделениям будет гораздо удобнее. Плюс это позволит больше помощи оказывать на месте. Во-первых, хирургия. Появится это раз. Во-вторых, значит, по поликлинике – это онкология. Планируем, соответственно, что по смертности, сами знаете, какая ситуация сейчас с онкологией. Вот, планируется. Вот, хирургия появится стационарная, если уже возить не надо. Стационарная помощь в основном предоставляется в других районах – педиатрия, хирургия, гинекология. За всем нужно ехать либо в Тейково, либо в областной центр. Рожать, кстати, иногда отправляют и в Суздаль. Он недалеко. Родильное отделение, которое здесь располагалось, закрыли лет 15 назад. Восстанавливать и возвращать постепенно предстоит все, если район планирует встать на ноги. Напомним, в Гаврилово-Посад пришел крупный инвестор. Компания «Дымов» строит в поселке Петровский большой свиноводческий комплекс. Елена Белова, Денис Денисов, Эртова Иванова, Гаврилов-Посад.